Здравствуйте! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на Таро Лунатиков на такую тему. Что человек от вас скрывает? Что человек загаданный от вас скрывает? У нас с вами будет 6 позиций по одной карте. Пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Цены у меня довольно демократичные. Запись идет не на месяцы вперед. Сейчас идет запись на 7 и 11 марта, поэтому спешите. Пишите мне в Viber, WhatsApp, личные сообщения ВКонтакте. Также в Директ Инстаграм. Я обязательно отвечу, сообщу все свои условия, консультации и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте Диагностика, сканирование целителями. Там есть все для развития экстрасенсорных способностей. И приглашаю вас в Инстаграм. Там каждый день есть новое онлайн-гадание. Обязательно присоединяйтесь. Заказывайте индивидуальные расклады, психологические консультации, лечение космоэнергетическими частотами, диагностику негатива. Естественно, чистку от негатива с установкой защиты и откатом. Также любовные ритуалы, финансовые ритуалы, ритуалы на здоровье. И заказывайте консультацию по татахилингу с 50% скидкой. Обращайтесь, мы вам обязательно поможем. Также под каждым моим видео есть ссылка на магазин магических товаров. Переходите по этой ссылке и знакомьтесь с ассортиментом. Там есть различные талисманы из янтаря и другого камня. А также браслеты, славянские амулеты. Есть ведьмины колбочки. Очень красивые. Вам понравятся. Их можно носить с собой либо на шее. Как талисман. И заряжать на любую вашу цель, естественно. Заказывайте готовые ритуалы, которые вы можете провести самостоятельно. Это приворот, разжигание страсти и денежный ритуал. Пересылка почтой России уже входит в стоимость. Обращайтесь, мы вам обязательно поможем. И проконсультируем по любому вопросу. Также подписывайтесь на канал «Бесплатные сеансы Татахилинга». И там каждый день идут бесплатные сеансы прогрузка чувств онлайн, которые вам нужны для улучшения вашей жизни. Итак, перед вами шесть позиций по одной карте. Что человек скрывает от вас? И начнем. Для тех, кто выбрал первую позицию. Десятка чаш. Здесь человек скрывает свои чувства любви по отношению к вам. То есть это более глубокие чувства, чем вы даже можете подумать. Это гармоничное влечение такое, когда человек знает, что есть платоническая привязанность, есть сексуальная привязанность одновременно, есть желание строить серьёзные отношения, есть большие любовные чувства. Может быть, человек даже выразить их так не может, но вот он благодарен вам, признателен за то, что вы есть в его жизни, за то, что дарите какой-то свет, какую-то надежду на будущее. И вот эту, знаете, как всеобъемлющую благодарность и любовь почему-то человек от вас скрывает в тайне. Либо не умеет выражать, и поэтому вот выпало, что скрывает. Человек счастлив от того, что вы появились когда-то в его жизни. Это факт. Вот такая первая позиция. Скрывать свои чувства. Вторая позиция. Что человек от вас скрывает? Здесь у нас выпала карта «Король чаши». Свою какую-то, во-первых, эмоциональность он может скрывать. То есть человек может оказаться ревнивым, со своими страхами, что он вас чувствует, что он вам сопереживает во всём. Но в то же время, как будто не имею права об этом рассказать, сказать, выразить. Может быть, даже подозревает, что у вас постоянно думает, о том, что у вас кто-то есть, или вот ему кажется. И он не может выразить свою ревность, показать вам, потому что не хотелось бы, чтобы улечили вы его в его ревности. А может, не имеет права ревновать. Также любит этот человек вас. Может не показывать так сильно свою любовь, как она есть на самом деле. Но любит от всей души, всем сердцем. В любом случае. И ревнует постоянно. Часто люди действительно скрывают свою ревность, следят в соцсетях, просматривают какие-то переписки, боятся, что их разоблачат в этой ревности. Вроде смешно и грешно. А почему? Потому что показываются слабыми себе. Когда вы видите их какие-то слабости, то человек и сам себе кажется довольно слабым. Вот такая позиция номер два. Третья позиция. Что человек от вас скрывает? Пятёрка Пентаклей. Свою бедность, финансовую несостоятельность, небогатость. Небогатость. Ну, как сказать, что он зарабатывает немного, что у него большие проблемы с кредитами, с долгами, с которыми ему очень трудно расквитаться. Также может скрывать даже алкогольную зависимость по этой карте. Или какие-то зависимости, о которых вы ещё совершенно не знаете. Но чаще всего это именно проблемы финансового плана. То ли работу найти не могу, то ли нашёл да не ту. Мало зарабатываю. Всё время пытаюсь расквитаться с долгами, с кредитами. Весь оброс. Да, долгами вот этими. И сказать не могу из гордыни, потому что мне от этого будет тяжело, плохо, неприятно делиться своими проблемами и показывать свою вот эту несостоятельность какую-то. Вот такая позиция номер три. Четвёртая позиция. Что человек от вас скрывает? Женщину от вас скрывает человек. Какую-то женщину, жену или женщину для серьёзных отношений. Или свою мать, которой он в чём-то стыдится. Такое бывает. В любом случае или дружбу какую-то с женщиной, или по работе дружбу с женщиной. То есть не хотелось бы этому человеку, чтобы вы знали, что он общается с какой-то женщиной. Давайте посмотрим, какие у них отношения. Но вообще лучше это разбирать, конечно, индивидуально, потому что тут большая аудитория. Семёрка жезлов. Двойка жезлов. Выбор. Идёт ситуация выбора. Также здесь хорошо видно, что вот с этой женщиной у него довольно сложные отношения у этого человека. И она скорее добивается его расположения, чем он её. И выбросить этот чемодан без ручки пока никак. И нести тяжело. Но пока что вот и от вас скрывает, потому что вы, наверное, будете расстроены. Такая позиция номер четыре. Пятая позиция. Что человек от вас скрывает? Сила. Свою страсть. Человек сексуально к вам привязан очень сильно, но не хотел бы говорить об этом. И скрывает сильную страсть по отношению к вам. И тут же, естественно, ревность, желание вами обладать. То есть он может показывать свои чувства, но не в полной мере. Либо вообще не показывать, а на самом деле в душе гореть. Здесь эмоции шкалят, эмоции бьют через край. Это очень хорошо видно по карте силы всегда. Также человек может оказаться грубым, неотёсанным. А вы в нём будете какую-то нежность. И он не хочет это признавать совершенно. Вы его приручаете постепенно, а он боится сам себя. Вот такая позиция номер пять. И шестая позиция. Что человек от вас скрывает? Правосудие, свою принципиальность и либо свой брак. У кого как проиграется. То есть вы можете не подозревать, что человек, допустим, ещё не разведён. Или вообще женат. Но также он может быть слишком принципиальный, вредный, противный человек, который пока не показывает свой характер. Всё зависит от стадии ваших отношений. Понимаете? То есть в одной ситуации, если вы загадали человека, с которым только начались отношения, может такое быть, что он скрывает пока свой жёсткий, неприятный характер. А с другой стороны, если вы уже давно в отношениях, но человек как бы о своей личной жизни практически ничего не говорит, а может этот человек вообще женат или не разведён и так далее. То есть мог бы развестись, хочет развестись, но ещё не в разводе, например. Сказал, что в разводе, а документы не оформлены. Также карта правосудия может означать, что человек скрывает своё уголовное прошлое, то есть что его когда-то судили, что он сидел в тюрьме, и он этого очень стыдится. Ну вот такие у нас шесть позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. Всем пока!